Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого? Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение. ФФА на десятерых в Seedmare Civilization 6 за Монголию Чингисхана. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше переходите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикреплённом комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а всем вам приятного продолжения просмотра. Не, так понимаешь, мы тут сопротивляемся, но... Блин, как тебе сказать, вот у меня, например, армии танков просто за один ход каждый ход по городу захватывают. Даже, ну, то есть, я ещё даже в Сталеварение не вышел. Давайте тогда просто скрапнем на игру. Ну вы же можете выиграть. На скрап я согласен, барабел ты как? Ну, не знаю, я как-то... Ну, если все за, то я за. Не очень хотел это. Да, я, блин, вот в очередной раз убеждаюсь, что вот эта разница в юнитах, это слишком круто. То есть, у меня армия кавалерии, у него армия танков, но это... Они просто не стоят друг против друга. Так, армия кавалерии же вместе с киросирами в ветке, а танками... Какая разница? Это на одну эпоху чуть меньше. Ну, я просто, в принципе, в принципе, разница юнитов... Мне вот в этом плане больше в пятёрке нравится. Что, конечно, в следующей эпохе юниты сильнее, но это не настолько... Ну, вот тут вопрос расчёта урона. Вот это экспонента... То есть, тут разница в десять силы и всё уже. Почему они ушли от расчёта урона, который был в пятёрке, меня не понять, честно говоря. Ну, ещё четыре года назад... Ну и к чему мы пришли? Ну, чему, потому что странно, и всё. Ну, а как должно быть? Ну, смысла... Смысла в этом реально нет. Ну, то есть... Ну, то есть, вы хотите сказать, что в огоне против танков должны... Они стоят нормально. Тут немножко другой смысл. Есть... Пятёрку, если поиграть, там проценты-проценты, у меня целое число процентов. Да просто сделать этот... Чтобы контрить конницу, ты делаешь антиконницу. По-моему, всё просто. Ну, хорошо. У меня армия стрельцов и пикинёров, типа... Ну, предыдущей эпохи, она не стоит против армии танков. То есть, мне нужна именно армия ПТ команд, которая в одной эпохе. Она тоже не стоит против армии танков. Стоит, стоит. Очень даже хорошо стоит. Там же плюс 10. Ну, сколько у ПТ команды урона? Ну, ну... А в этого 85, а у ПТ команды плюс 10 против кавалерии. Плюс эфка. Плюс эфка. Плюс эфка, плюс... Ну, эфка, это... В смысле? Посмотри, вот у тебя танк около Ириая, и вот у меня армия ПТ команды. Посмотри разницу. 87 против 119. Ну, Дервил, нажми их. Ну, ладно, у тебя там религиозные войны плюс 4, и всё. Фашизм плюс 5. Мне не пишет фашизм. Да и фень. Ну, он вот так и работает. Мне фашизм не пишет, вообще-то. Ну, потому что я такой же... Ну, давай посчитаем, сколько там разницы в этих... Так, команда 75. Просто делается... Две шеренги и стрельцов пикинёры. Всё, танки вообще не проезжают. Ну да, там есть бонус соседство, вот это всё, но... Подожди, стрельцы и пикинёры 55, а ПТ команда 75. Разница в 20 очков. Чё ты говоришь 10? Я говорил ПТ команда и танки. Ну, так ПТ команда это нормально, потому что это в одной эпохе. Я тебе не про это говорю. В одной эпохе... Конечно, стоят в одной эпохе. Или нет одной эпохи. Пикинёры 55 плюс 4 олигархии 59. Плюс 6 АФК. Сколько там получается? 64. Ну, какая АФК? Ну, у меня же плюс 10. Я плюс 4 получаю. АФК не надо ставить. Я говорю о том, что человек, опережающий по науке, без проблем, просто без проблем сносит чувака отстающего. Я сохраняю, да? Давай. Американец. Выходи. Я ещё ничего не делаю. Там сохраняю. Чё ты мне юниты убиваешь? Я просто закончу свою мысль в плане вот урона и прочего. То есть, пятёрки, ты даже, ну, если отстающие, у тебя отсталые юниты, всё-таки ты можешь хоть как-то стоять, а не, блин, за один ход терять по городам. Такого, ну, это просто какой-то нереально. Наверное, может, урон по городам надо изменять таким образом. Я не знаю. Ну, так у тебя же не было стен. Ну, это не мои города. Ты забираешь города, которые я только сейчас забрал. Но... Тем не менее. Такого, ну, нету за один, за один удар забирания города. Ну, раньше, например, конечно, первая, вторая, третья, четвертая. А если нет юнита в городе, то просто забирается он. Здесь юниты прошлой эпохи просто ваншотаются. Ну, тоже такого не должно быть никак. Какими-нибудь карточками. Тут всё зависит от этой экспоненты долбанной. Почему у вас урон по экспоненте здесь высчитывается? Зачем? Ну, дело в том, что, на самом деле, если нас такать бонусы, иногда поливает... Ну, опять, это голому танку. В обе стороны работают. При прочих равных типах в стыке. Да, при прочих равных. Мы говорим просто вот в таких равных условиях, если... По-моему, конечно, можно и то, и то поделать. Что? По типу галов. По типу галов? Да. Ну, ты если я так подпоставлю, то не могу по любой пушке иметь плюс к нему. По типу галов. Или одна. По типу галов. Знаете, prospect. Играет модера. Последний способ. На верхней фантазии. По типу галов. По типу галов. areter галов. Идумка. По типу галов. А Из- doisа? Все мои прокачанные армии убились. Все мои прокачанные армии убились. Блин, ваншот просто, просто ваншот. Все мои завоевания, все мои... Что было? Да еще, дай бог, свои сохранить. Ну, я думаю, сохраню, правда. Но, тем не менее, что-то... Вьетнам решил мне кампус не грабить. Вьетнам Так, что я тут могу... 5-5, да? Ну вот, у нас разница в 3 техе. Это вообще... Так это... Так это, Грей, может тогда замеримся с американцем? Не сомневаюсь, что у него будет такое желание? Ну, я думаю, у него будет такое желание. Ну, с тобой я еще могу замериться, но не с Конго. Почему? Потому что он мне больше всего урона нанес. Ну, у тебя, смотри... Мы будем все это идут до последнего, понимаешь? У нас хоть какой-то будет шанс... Значит, у тебя будет тогда шанс какой-то... Если вы с ними замеритесь, то я пойду сначала вас убивать. Ну, окей. Тогда тебя будем останавливать. Я не против, как бы. Ну, а почему я должен одного человека только стопать? Да, да. Ну, то есть, понимаешь, мы постопали американца. Я считаю, то есть у вас, получается... Мы ему мешаем побеждать, чтобы вы победили. У нас вообще нету никаких шансов. Я так думаю, что у вас есть только шансы, если вы там друг дружку в ядерном угаре поубиваете. Правила не запрещено, да. Я же почему-то предложил этот, чтобы отпустили меня. Ну, и тебя на это тоже. Что правила не запрещено? Ну, у нас вечный союз. С кем вечный? Не, я имею в виду, что вы американцы, а он вас. Я про это говорю. Плюс еще мы можем там кому-нибудь... Видишь, еще проблема в том, что я-то я рано или поздно выйду в ядерке, а в Вьетнам вряд ли. И у нас-то будет просто больше ядерок в два раза, чем у американца. А, а ты про нас забываешь, да, с Конга? Ну, если вы сейчас развернетесь, я же говорю, я подумаю, ломать вам города. Ну, давай, давай. Это все зависит от американца. Мне кажется, просто... Нам даже выгонишь, чтобы вы нам сломали города. Типа, побыстрее будет, чем американец. Я-то просто встали варенье следующим ходом. Американец, ты как? Ну, только... Я с тобой мог... Не, не, а что Конга, блин? Ну, потому что... Ну, ты странный. Ты как бы сейчас немножко свою победу под вопрос ставишь. Это же под вопросом ходов 20. Ну, так у тебя есть шанс, если ты сейчас замеришься тогда. Нет. Мне весело. А, да, брей... Да, эти гранты, наверное. Ну, просто это смешно. У меня 20 ходов руинили игру по факту. А сейчас я должен замериться с людьми, да? Я уже не побежу. Зависит от того, на что ты играешь. То есть, если ты хочешь там слип, то не надо. Вот твой выбор. А если... Если ты играешь на победу, то надо... Да, если ты хочешь победить, да? Меня убил. Я просто не знаю, как он побеждать будет. Ну, как? Мы... Как он победит? Вот, вы говорите на победу. Что он сделает? Улетит? Ну, будет пытаться улетать, видимо. Если вы будете ему яйти, то есть, ему надо выходить в подлодке. Там тоже где-то сидеть тихонечко. Их к вам подводить. Плюс мы еще тут можем... Тоже кто будет вырываться, мы в того тоже кинем. Что, нет? Тут еще не факт, а этот... Уран как будет. В каком виде? Тут еще столько неизвестных. Но он точно нас быстро не забирает. То, что он может... То, что он нас заберет, я уверен. То, что он быстро это сделать не может, это тоже 100%. А пока он занимается нами, вы на него нападаете и убиваете. Так в чем выгода для американца? Руинили игру. Мы не руинили игру. Мы пытались остановить лидера, который нас бы забрал. Ты что же явно называть. Что? Что, что? Походи, походи. Походи, да. Да я сижу и тетрынжу из того, чтобы ходить. Да вы заметили. А, там уже есть. А, там уже есть. Хорошо. Вы же все равно заруинили мне игру. Окей, вы меня стопали. Это синоним. Мы тебя не заруинили. Я не считаю, что это синоним. Заруинили? Это когда мы тебя забрали город, что-нибудь уничтожили. У тебя нет шансов на возвращение. Я сказал, вы мне руинили. Ну так не заруинили же. Нет. Ты можешь простить? Ты... Это... Ты... У тебя как... У тебя же черепашия. Подожди. У них один из догматов. Руинили, руинили и не руинили. У меня прощения. Что-то так. Ты подумай. Подумай. А как работает? Наказать всех-всех убить для? Нет. Ты давай... Давайте с лишнего раба. Ну... Я так вижу, что мы не грузимся ни хреба. Не, так я... Все, я закончил ход. Вот только я сейчас закончил ход. А, окей. Сорян. Смотри, у тебя есть шанс еще... Ты сейчас выйдешь в электричество. Тут просто тупо... По-дематически. Рабу сейчас никто не мешает. Сейчас он поедет, он тоже города ломает с крови. Ну вот именно что... Амиру мешаете вы, и Амиру мешаю я. Амир сейчас... Сейчас Амир уже сам себе мешает. Мне мешают все. Мы же тебе предлагаем, давай мы не будем тебе мешать. Чтобы я победил, да? Нет, чтобы у нас был шанс. А какой у вас шанс при этом? Я только что рассказывал. У нас шанс, что ты все-таки... Мышка, хотя бы наравне где-то с арабом. Что-то в них покидаешь. Пока вы там кидаетесь, мы тоже выйдем в уран, кинем в оставшегося. И что-то будем пытаться. Я думаю, Грей скорее всего будет пытаться что-то там с своими шедеврами поделать. Наверное. Возможно. Боже, это неадекватная игра. Ой, брат, до встречи. Спасибо за прокачку. Я поехал. Да это просто смешно, потому что арта не стрельнула. А поехала. Правильно, нехер задай, когда не с ней. Ну, поехал. Я это обожаю просто. Она показывает, что я могу у него стрельнуть, я нажимаю стрельнуть, арта уезжает. Ну, правильно, у тебя поехавшая арта, видишь уже. Надо через R. Позже у меня тут еще лучник стоит, прикиньте. Так, сталеваренье следующим ходом. Потом в ПТ пойдем. Потом в электричество. Ну, он самолетами, видите, уже начал работать. Ну, надо обратно к Умасе отбивать, очевидно. Блин, армия бомбард 535 стоит. То есть ты прям хочешь Конго до конца забрать, да? Аминь. 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 встретил рублю как можно было реально быстрее что что вот лучше сделать просто забирать вьетнам не обращая внимания на американца да не дело честно говоря надо было именно американца просто тупо америка у американца очень хорошие места через которые он развился очень хорошо поставил заповедники ну это вот что это ну сейчас просто тут забирает я продолжаю там переиллюстрировать а надеюсь все таки еще забрать так три линейных у меня раз линейка эту обним одну линейку надо давайте здесь давайте в аксу куплю или в хоре ускорили пополам за союзем честно куда он всадником по тг дымкал вьетнамец я имею ввиду тут 46 силы всего лишь я думаю что можно попытаться и так по атаковать а блин отсоединим а это мы уже дальше пойдем захватывать вот уже надо будет бомбарду купить молитвы в священном месте кампус плюс 2 на 1 поставлю военная академия блин 9 селитры грей предложение ладно ложим на один ход вот 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 Продолжение следует... Хорошо, может тогда получится, он заберет Грея, я заберу Вьетнам, и мы станем союзниками с американцем тогда? Может таким образом как-то поступить? Так, подожди, а этот работает вообще? Промышленной эры нового времени. А кавалерия какого? Промышленной эры, да. Значит, вот этого, наверное, можно... А, тоже про возрождение промышленной эры. У меня просто плюс 10 тут все-таки. Можем немножко побить просто юнитами. Продолжение следует... Так... Армия пушек сколько стоит? 535. Покупаем бомбарду и строим тогда, наверное... Да, армию кирасиров, наверное... А, мне не хватает тут селитры. Для армии кирасиров. Ну, вообще, у меня все-таки на армию... А на кавалерию бонусы... А на кавалерию бонусы... Не дает... Вьетнам захватывать... Ну, надо отступить. В ПТ команды опнемся. Это... 5 ходов. Затопление скоро. Продолжение следует... Ладно, еще не все потеряно Они там С друг с дружкой схлестнутся Универ Военный лагерь нет Центр коммер Промышленная Промышленная Давайте вот сюда Конечно, вообще театралка Лучше на плюс 3 Блин Ладно, давайте тут театралку Промышленная Это у нас волмалыки надо Но он, блин, не растет, сволочь Нифига Ладно, давайте Здесь ферму Так, тут Один ход Давайте подержим Гавань надо строить Отложим Опять этот скачет сюда Поехали Поехали Просто кампус Так Окончательно Надо укреплять Религию Так Мы должны убить Сейчас окон Проатакуют И потом я Стрельцом И пикинером Здесь вообще Даже пушка Его не ваншотнет Так Давайте, наверное, куплю здесь еще Рабочего Деньги есть В принципе Так Пагода Собор Храм огня Знаете, наверное, собор Ячейку А, религиозного Блин Это не Ладно, давайте Плюс пять Квери М-да Погоди, а что Шумер и араб Нам тоже войну Объявили Нет Ну как нет Да Шумер Объявил войну А я почему Не знаю Не говорите Пилят Конголезскую Нацию Просто Лидер Что-то Странно Моя Лайф А зачем Мы же так В итоге Не помирились С американцем Превентивно Мне кажется Наоборот Тебе надо Чтоб Он дольше Захватывал Ты ему Помогаешь Странно Типи, щамер У меня Вон Этот Араб На стероидах Так у меня Нет Угля Будет Если Мне надо будет Объединить Ядом Давай 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 Так Ну танчики Наверное Здесь На следующем Ходом Надо опять На Конг Конг Попробовать Пойти Переходовочки Конечно Кошмар Вот Он тут Продолжать Уровень Я не буду Вряд ли Мы сможем Отбить Тот Город Смысл Помогать Очки Получать Так Это он Центром Центром Города Опять Центром Города Так Всем Я пострелял Вроде Тот Продолжение Ком Чёрных Рус Трой Дрой Трой 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 Рус Рим, это только недавно предложение дружить к нему. Хм, чеченицу еще не построили, может нам где-то эту чеченицу… Прием, что говорили сейчас, я их прослушал. Только сейчас предложение дружить принял. Лучше поздно, чем никогда. Я их уходу в 40, а назад отправлю. Блин, так у меня следующим ходом ПТ-команды надо будет… Ладно, ничего, это не буду менять. Хотя, подождите… Вот, натурфилософию надо поставить. Блин. Вот дан хуй. Ну, потом он, конечно, мной тут займется… ПТ-команды… Как я тут могу… Блин, у меня дофига… Самолеты… Ладно, наверное, все-таки в радиус сначала будет пойти… ПТ-команды перекупили… Блин, сложно сказать… Как… У тебя тут, конечно, серебра Конго… Не знаю, может быть, надо было на Конго нападать, но… Опять же… Союзится с Вьетнамом… Перебрав в этом… Тундре… Не то, что прям сильный буст… Тут дан хуй у меня забирать… Минус… Блин, тут разграблено… Там танчик едет… Отходим… Так, вон… Старый совет конгалецких генералов… Киншасик… Я решил, что пора капитулировать… Спасибо всем за игру… Спасибо 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 за игру… Угу… Jo for мину… Продолжение следует... 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 Слушайте, а я вообще угольную хоть где-нибудь сделал? У меня же угольных нету даже, то есть электричества нету. Это я молодец, конечно. А что там прошло? Ну вот все, араб впереди. Го, все войну ему. Так я уже давно ему войну объявил. Го, все войну. Это ты так сделал, понимаешь? Как я сделал? Понял? Ну как ты убил всех, кто ему могли войну объявлять? Убил зачем-то Конга, меня убиваешь. Кто ему еще может объявить войну? Рим? Кто? Кто остался? Курим, рим. Ну как же во основном у вас наутриста? Ну что ж? Это как рассинхрон же. у меня да у меня тоже у меня таймера не обман кстати насчет того как победить как я могу победить как вы думаете ну сейчас уже я не знаю лишь упарываешься у тебя ты столько ходов с 372 науки сидишь а кто те предложили уже мир заключить давным-давно нет я должен всех наказать кто мне я тебе предложил что я с тобой мир заключаю ну почему вот почему просто потому что я хочу у тебя вот такой потому что вот он мне там мешал я тебе тоже мешал если бы я был проход к тебе я когда буду пытаться победить я тебе скажу зачем у тебя убытки для остатки свободу стоишь прикалываешься методичку тогда у тебя в других вариантов где-то победу не это без шансов уже статус свободы мне поможет это при логах скоро закончится если что у тебя в минус идет конечно но мне тоже минус идет то есть хотя бы то быстрее нашего друга на трипуха который уже прячки раз и вышел ты там вот уголь вот уголь и пощупать блин у тебя было 750 военки у него было с 50 там идет 2 этих два угля один ты не ругайся ты за нормальное вообще него человек страшно представить как он ругается я очень редко ругаюсь поэтому а смысл эти города берешь если они все равно камни отваливаются ну что ты грозился не дать киншасу забрать американец я не успел у него все ходы прошли а я не смог нажать это так бесит когда он просто знаешь нажал все мои унитами про атаковать а я в этот момент жму но она не жмется потому что надо чтобы он быстрее сделал за что ли компьютер все хорошие покупают но у меня вроде не слабый комп тоже так что это ни при чем как-то не причем причем про русский я же тебе объясняю у тебя все очереди стояли атаки а моя туда не пролезла в очередь брат что что атаки эти становятся в очереди атаками шифтить нельзя это я просто прокликнул быстрее я же тебе объясняет и сделал где-то четыре или пять атак я в это время жал и она не нажалась эти после игры расскажу как почему она у тебя не нравилась 2d возможно конченную анимацию о рассинхрон но это видимо из душ игры ушел может опять сейф грузануть может просто цц параба и скрапнем уже ну это реально не осините я против указал ты шумерик вот реально сейчас на победу арабы играешь просто ну потому что на свою играть мы играем ффа почему тут общую не пойму тут победит араб они ты у меня был шанс победить по очкам потому что я его забрал я бы дальше забирал рим и у меня бы было бы просто больше очков мы бы еще 40 ходов да они бы пришли тебя бы кинули сколько там все забрать у меня все равно будет больше очков потому что я 43 нации ну окей скраб да давайте всю скраб победил араб получается нет я просим блин очень интересно играть очень прикольно с вами играть кидается ядерка и там чел идет просто танками или вертолетами конечно тебя кидается 8 ядерок и 6 термоядерок 8 и 6 у тебя был шанс хоть немножко это вот остановиться тогда нашу войну вот там оставить что мы тебя немножко остановили тебе нужно было с грэем задружиться убителю вот твой шанс был реально меня убить я могу только грэя забрать а лишь либо с лёшей договориться есть чтобы ты забрал грэя лёша забрал вьетнам например ну то есть вам надо было попилить этот континент не драться так мы и не деремся на самом деле я забираю грэя он у меня там очень очень громко зовет мой белый трон давайте решать что не быстрее либо мне минутка все окей пусть будет араб победил спасибо дарвил с победой здесь да вообще не странная очень победа я согласен сидеть всю игру строит домики там все творятся и ты побеждаешь нет ну на как он забрала счета индуса у нас там такой тайминговый выход был объема корабликах на этих там туда-сюда под военный союз сколько ты забрал городов 1 все спасибо спасибо где оконя индус вообще где был что-то я не пойму они же не все не вижу сейчас скрин кин давай ну я не знаю ну как бы у нас очень сильно вырвался американец они зачем он уперся в американец опережал практически в три раза по науке и культуре то есть реку попробовать помочить но я не я не дотягивал нормальную армию собственно она мне пришла а потом и нефти не оказалось мне кажется опять же повторю что вьетнаму не надо было союзиться с америка надо было с римом тем более что у вас тут проход такой приятный но ему лучше иметь сильного звездника правда я про тоже я когда увидел что у него вот я думаю вам видно да по науке культуре вверх уходит и то что он армию мои границы весь континент армия там стоял нет когда-то рядом с венеции ставил больше войска а я их ставил потому что я хотел в венеции захватить но она построила стены кучу мечей я такое я понял у меня вообще не пошло я не люблю вьетнам если честно ну и потом если вы в союзе я как бы про май лайф играть на победу араба просто мы в команде ну это ж не в команде это в союзе я честно говоря не очень понял ну как бы я понимал что он хочет забрать например то есть он мне предложил что я забираю он забирает не но это все понятно вот что он тут сейчас пришел ну да не так хотя бы ломал города американцу он взял просто половину городов конга захватил уничтожил ну так и продолжил бы я не пою почему вот он взял вопросов помог в два раза быстрее игры забрать не понимаю так это не помогал забрал его города которые хоть что-то ему давали что-то там производилось вообще все морские города очки и выиграть по очкам так он же не может их удержать так он их просто уничтожал да ну это логично естественно уничтожает чтобы снизить очки ну смотри лёша вот ты видишь город норвегас арсборг да вот он за все время стоял и ковырял этот город и он снял только сто двадцать две защиты он мне ничего не просто так он ковырял этим фрегат а у него их не было ну так что он сделать так отплыви вот вот моджа по hit прям вот он находится захватим от же по hit up не там и плыви за захватывает сарцбург он апнул уже в линкор вот он сейчас хорошо в чем идея захвата конга еще раз ты про он просто помог в итоге американцу быстрее захватить конга в итоге то есть идти в чем как действия шумера помогали ему победить какой один раздамажены во вторых я просто ломал города на море я же еще раз сказал я же стримус ломал города на море и пошел дальше ломать и просто чтобы он не мог выйти у нас по-моему догоре что вы командно побеждают я на нашу камеру на то когда об этом договаривался кто что типа не имеет смысла с ядерками союзимся до конца вот мы до конца игры союзились нет так ты мог просто ты мог ничего не делать то есть они бы потом пришли меня грубо говоря останавливать а ты под это дело улетал и точно так бы не остановили меня не какой смысл кто они что было да не знаю my life ты как ты корочка по-моему как бы идею союзов не понимаешь просто ты не понимаешь что это не командная игра это фа ты сам сначала сказал что переиграется в союз до конца ну союз до конца но при этом побеждает один человек это потому что уже какая-то хрень типа либо ты связишься до конца либо не союзишь ну типа либо играешь обычно фуфаш а чё ты такой громкий стал я с телефона а ты на троне сидишь идея в том что ты не не бьешь в спину кому-то человеку с которым ты постоянно был в союзе после неудачи у тебя чтобы всегда были с кем-то караваны чтобы ты на это рассчитывал а не для того что он тебе поможет во всем почему я помогал грей только потому что американец лидеры реальные я там подговаривал грей давайте нападем давай нападать на американцы типа я вот планировал спасибо за игру ну все правильно у меня был флот и венециан типа кто мне можешь сделать если если бы если бы игра типа в итоге заканчивалась я бы просто сделал себе несколько танков или вертолетов либо просто кавалер подплыл бы альбер и просто города под конец там под 78 какой-то за два хода до конца бы просто скинул ядерки и забрал бы города просто все во первых у меня был чел на этот на гип-видим во вторых у меня все время сидели у тебя шпионы после по как ты как вот ты приплываешь быстрее самого американца если ты отстаешь от него постоянно то есть есть он не может выйти в море так а что сделает так тут улетит араб быстрый то есть может кто-то сделать только араб-американец другой араб естественно просто так как ты держишь море ты держишь море из которого не ходит не выходят не выходят американец его никак не выпускаешь араб просто сидит и улетает ты и мы тебе говорим про то что ты как бы в союзе сидишь ты играешь на победу араба ты ты говоришь американец чтобы сделал американец конечно ничего не сделать если ты сидишь и именно конкретно ему мешаешь во всем. Не чтобы ты победил, а чтобы победил Дарвилл. Я тебе говорю об этом, что это не командная игра. Тут победил один человек. Ты посидел и на его победу поиграл. Формулировать тем, что там один союз, это конца игры. Да почему? Объясни. Идея в том, что у вас есть всегда караваны. У вас есть всегда... Вот у меня и были караваны. Возможность, что этот человек тебе не ударит в спину. Ты можешь по-другому стратегически свои... Этого человека я не мог пробить по земле, потому что там две клетки в горах проход. Все. Ну, отлично. Вот у тебя союз с ним. Тебе же не надо... Тебе же не надо мне помогать. Я вас вообще не понимаю. Вот у меня есть военка. У меня есть Венециан. Что мне делать? Мне нужно обезопасить себя с воды, чтобы меня точно не взорвали. Я что сделал? Я пошел убил прибрежные города тем, кто меня мог взорвать. В чем проблема-то? Так, в конце концов... Мы... Проблема в том, что это тебе победить не помогает. Ты мог и не ходить... То есть ты точно так же мог, например, ГГшки захватывать, которые дают какие-то... Я не могу сказать, что мог сразу напасть еще и на Араба, когда я захватил трибуху. Когда у него чемпионы было... Ну, когда он там дался... Мог. Ну, это... Твой выбор. Это не сходится с правилом, потому что это союз на всю игру. Ну, а ты с ним союз заключил? Ну, так как ты мог нападать? Ну, так как ты мог на него нападать? Ну, так а в чем проблема-то, я тогда не пойму. Приверяется, что-то очень туго, видимо. Кто-нибудь еще не понимает, в чем проблема, кроме Майлайфа? Ладно. Нет, я понимаю, но это вот проблема, на самом деле, вот этих союзов и прочей фигни. Ну, вот. Кто-то кому-то мешает, а получается, что он этим же помогает кому-то другому. И это можно обсуждать в разные стороны. В общем, моему союзнику повезло больше, чем вашу. Вот и все. Ну, кто-то кому-то помогает. Я понимаю, в помощи, когда вот у человека есть шанс на победу. Я просто не вижу... Хорошо, ну ты же понимаешь, что два соседа, 100% кто-то из них не победит. Ну, смотри... Ну, кто-то из них не победит, но при этом ты зачем мешаешь американцу, который как раз может остановить араба и дать тебе возможность победить. Потому что араб мы союзники, я в него пускаю караваны. Ну, это супер странно. Ладно, всем доброй ночи. Это да. То есть это можно долго обсуждать. Ну, а что ему делать остается в игре? Понимаешь, Леша, он союзник с ним. Вот что ему еще делать? Сидеть в развитии, ждать, когда вы с арабом будете друг друга останавливать. Он не победит, рядом. Я не знаю, что... Я же вот, например, тебе предлагал, вот есть варианты, что я забираю Вьетнам, мы с тобой союзимся. Понимаешь? Есть какие-то разные варианты. Я даже написал специально, что союз отвечает команда, блин. Что ты обязан защищать союзника своего. И в его пользу. Почему-то Шумер вложился во флот, там содержание флота, прочее, прочее. А в это время араб сидит, развивается научно. Ну, я защищал своего союзника, чтобы ты его не забрал, чтобы мне было с кем караваниться. Потому что мне все объявили войну. И просто, ну, если умирает Вьетнам, все, тогда... Ну, здесь понятно. Твои действия понятны. Но Шумер же не защищал араба. Он приходил, тебя стопать, чтобы араб улетел. Об этом речь. Ну, с другой стороны, он не давал американцу меня, скажем, закидать и снести. Ну, он... Есть, это вопрос, если бы до кабы. И что, ну, американец бы снес, так ты точно так же можешь кидать в американца. Я уже молчал, потому что и Шумер может вообще-то в него кидать ядерки, если он увидит, что кто-то из вас вырывается. И как правильно американец сказал, у вас, ну, в сумме больше ядерок, чем у него одного. Потому что Вьетнам точно не выйдет в ядерки уже никогда. Тут, ну, как-то получается, что, типа, вроде ФФА, а один человек играет в команде при этом. На самом деле, я у Шумера как-то не видел шансов. То есть, он прям изначально отстал и... ну, непонятно. То есть, у него вроде вечный союз со мной, но он ничем не может выиграть. Вот смотри, вот у меня та же самая ситуация. Вот надо мной Рим, он так же сам, он не мог ничего мне сделать, как и тебе Шумер. Но при этом у меня два сильных соседа, которые на меня напали. Ну, как? Леша не добежал, но... Ладно, это опустим. Ну, то есть, Конго меня сильно стопнул, а ты, получается, забрал свободно на... Индусы. Ну, так и ты свободно забрал норвежца. Да не, ну, посмотри, сколько у него территория, а сколько я у норвежца забрал? Четыре города. Ну да, да. А теперь я вам скажу так, у меня нету ни угля, у меня нету урана. И потому все очень печально. Ну, из урана, да. Уран... Кстати, а где уран, кто знает? Я знаю, где уран. Он между Конг-Куонг и Мбумби. Вот там, прямо возле границ. Уран... Урана всего на карте из того, что я вижу, семь. Один у меня, вот, Конг-Кунг, Мбумби и Реай между тремя вот в этом треугольнике. У Кунг-Кунга и Хаяна между ними. Вьетнама два урана. Вьетнама, да, получается. Два. А, и Тхау. Да. Два урана. Ну, в общем, короче, значит, надо, видимо, просто убирать правила союз до конца игры. Просто оставить можно только один союз, но не до конца игры и только две дружбы. Вот. Просто, что союз не до конца игры. Просто ты можешь один союз и ты можешь с разными это делать. То с одним, то с другим. Видимо, так. Честно, честно, я вот тоже, когда, типа, меня уже начали захватывать и когда американец постепенно меня освобождал, потому что ему спасибо. Типа, я уже думал тупо все свои деньги, все свои ресы ему отдавать, потому что, ну, для меня вообще аутов не было. И, типа, ну, я только домики строил. Все. Ну, да, смотри, тебе надо было мне сказать, чтобы я принес свою веру к тебе и таким образом он бы не распространял крестовый. Не, я бы все равно распространял. У меня же там Ереван за союз. я бы распространял. Я понимаю, но у меня вера в два раза больше, чем у тебя. Ну, то есть, ты успевал бы там и воевать, и распространять веру, и все, все вместе. Я так делал. Даже так, понимаешь, конго, конго принес всех своих апостолов, только чтобы обратить Сент-Луис в Крестовый. И я воевал с ним и военными юнитами, и религиозными. Ну, там попроще у тебя инквизиторы, а здесь бы ты привел апостолов или миссионеров. Во-первых, я бы их сжечь еретиков делал. Так я бы ставил бы их на юнитов. А так, то есть, ты еще бы юниты привел военные? То есть, вот так ты, то есть, у тебя вот на все хватило бы. Я бы поставить их на юниты Вьетнама. А, на юниты Вьетнама. Ну, это вам надо было бы координироваться, конечно, очень четко. Честно говоря. Ну, просто аккуратно надо играть. там я вьетнамский просто ваншотал в начале. Там просто было пил-пил. Крестовый, да, крестовый это жестко. Даже не крестовый, там, там плюс шесть. Ой, да, плюс двенадцать. А ты кинул в него караван? Конечно. Так, вьетнамец там что-то со мной дружил. Я сначала кинул дружбу Вьетнаму. Пока он дружил, я покидал в него караваны. Ну да, я вот, кстати, когда ты мне дружбу кинул, я только уже потом понял, что я очень облажался с этим. Причем я даже не в один город, а в несколько, чтобы, знаешь, до конца быть уверенным. Я потом тоже стал тебе караваны слать, там же типа разница в дипломатической видимости. Я тоже хотел хоть как-то навершать, но не, я уже... пост поставится. Да, тебе должен закончиться. Я вообще, я как хотел, я хотел, я знал, что ты хочешь Кумасе захватить, я хотел его оборонять, типа, если ты на него нападешь, но вот я очень тупанул, когда принял твоего дружба. Самая лучшая оборона это нападение, то есть, чтобы оборонить Кумасе от меня, тебе надо было его захватить самому. Ну, ну не знаю, там, я хотел сузеренить Кумасе, потому что он мне неплохие бонусы давал. Смотри. И дефать там, ну там, три клетки джунглей, я бы на начальном атаке играл. А еще у меня очень тупо сгенерировалась карта, не знаю, вы видите, у меня вот горная гряда отделяет половину территории вообще. То есть, вот тут сверху куча территорий нормальной в принципе. По идее, которая для меня сделана. А? Ну да, но тут Окленда не было, например, это воровский лагерь. То есть, здесь нормальный, плюс там еще леса. У меня получилось, что у меня очень долго всего два ресурса. Шелк и и, блин, что еще? Шелк и киты. Шелк и киты. А остальные вот эти табак, соль, что там еще. Слоновая кость, все сверху. А я тут не могу пробраться. Такой бред. Это другой континент. Мы все на том континенте. Ну, правильно, но вот... Между Оклендом и Хором, получается, я просто... Да, да, да. У меня столица граничит с Оклендом, получается, понимаешь? И, по идее, вот это сверху... То есть, у меня получилось, что просто отделена часть территории горами. Ну, вот я тебе скину скрин свои... я думаю, ты видел, но все равно. Да, я вижу, я вижу твою территорию всю. У меня так же само, у меня тут миллион гор бесполезных, с которыми ты ничего делать не можешь. Ну, ты хотя бы вокруг вашингтона можешь поставить, а мне вот приходилось как-то так. Не мог поставить это было вообще по печали. Но я не понимаю, зачем вот так спавнятся горы. Вот это просто 20 клеток в горах. Да, причем к этим нету ни одной цивилизации у нас на горы. Почему-то у нас так горы появились. Вообще непонятно. Ну, Америка вроде часто возле гор спавнятся. Америка рядом, ну да. подожди, там а что у них прописано, я уже не помню. А, вообще прописано. Не знаю. Но вообще тебе повезло с местностью, лесом много. Нет, это мой лес здесь посажен. А, у меня были джунгли. Я все вырубил, я все вырубил и начал садить лес и тогда у меня стало там 200 науки, 200 культуры вот это все, это все посажен. Слушай, ты быстро доволен тогда в посадку леса вышел. Ну, я же сказал там еще где-то в середине игры, что это минус прогрессивиста, потому что надо туда быстро выйти и не выйти получается в нормальные цивики. Куда тебе надо, я забыл в какой-то охрана природы. Ну, да. Хорошо, а как ты культуру так тишина было много культуры театралки сначала ставил? Не-не, зачем? Ну, то есть у меня еще работает же моя способность, где-то я брал культуру, у меня всегда было больше культуры, чем у всех. национальный парк красивый. вышел в теократию, я прямиком нажал охрану природы и все остальное. Еще один национальный парк. Да, у тебя, конечно, очень много необработанных клеток под эти, ну, под заповедники, которые что-то дают красиво. Ладно, спасибо за игру. Тарел с победой. Вот такая партия получилась. Ну, немножко неадекватно все-таки, видимо, надо убирать постоянные союзы, бесконечные, просто чтобы был один союз только на игру и две дружбы, видимо, так как-то делать. Ну, ваши впечатления в комментариях, как всегда. На этом все, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас.